Представители импрессионизма стремились разрабатывать методы и приемы, которые позволяли бы наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир и передать именно свои мимолетные впечатления. Само слово произошло от французского слова впечатление – импрессион. Вот смотрите, фотоаппарат, как и наш глаз, кстати, это оптическое устройство, которое передает реальность объективно, как есть. Но в случае с глазом сигнал также попадает в наш мозг, а тот уже его преображает, но наш мозг немного приближает перспективу. Это доказано учеными, кстати. Где-то он размывает, где-то усиливает четкость, разбивает контуры, повышает контрастность, если нужно. А что-то вообще мы не замечаем. То есть мы вроде смотрим на картину мира, но очень многое просто проходит мимо нашего мозга. Нам эта информация не нужна, например. И вот импрессионисты решили подойти к живописи, как ученые, и найти такие приемы, которые позволили бы передать мир таким, как мы его чувствуем. Так вот, что это за приемы? К примеру, мы знаем, что листья дерева зеленые. Просто знаем. Мы сразу хотим написать их зеленым цветом, а рука сама тянется к зеленой краске. А Мане говорит, не пишите куст или дерево, пишите пятна. Если приглядеться, то оказывается, в тени листья фиолетовые, а на свету желтые или оранжевые. То есть фактически нужно отменить все то, что ты знаешь и помнишь о предмете, описать его таким, какой он в данную секунду при этом освещении. Картина, конечно, это не кино. Она не может показать движение, но можно передать ощущение движения. Но как это сделать? Например, мерцание трепещущих листьев или травы. Импрессионисты писали крупными мазками. Часто ставили рядом два цвета, которые предварительно не смешивали. И вот эти цвета давали третий цвет, но они не смешивали их на палитре, а просто наносили на хост перемешку. Если смотреть с некого расстояния, то эти мазки сливаются и дают уже нужный оттенок. И при этом возникает ощущение мерцания, потому что наше зрение имеет некоторую инертность. Поэтому с небольшого расстояния вот эти мазки, конечно, сливаются. Также у движущегося объекта могли быть расплывчатые очертания. Ведь мы не успеваем сфокусировать на нем зрение, увидеть его четко, когда он в движении. Мы на движущийся объект смотрим немножко расфокусированно, поэтому он становится размытым. А иногда импрессионисты, наоборот, обводили фигуру контуром, делая ее плоскостной. Часто использовался прием незаконченности. Я не смогла найти картину с незаконченностью, но я очень отчетливо помню, что я прямо ходила по Эрмитажу и очень много таких картин видела. Когда вы будете, просто обращайте на это внимание. Может, на фотографиях это не очень заметно, но на некоторых полотнах прямо можно увидеть, на некоторых полотнах импрессионистов, целые фрагменты, подмалевка или даже просто холста. Когда мозгу не хватает информации, мы знаем это, он просто дорисовывает этот недостающий фрагмент сам. Причем мозг делает это куда лучше, чем любой художник. Картина с отсутствующими фрагментами изображения парадоксальным образом кажется более реалистичной, чем тщательно прописанной. Доказательством этого факта, что мозг добавляет ту информацию, которой не хватает, является то, что если вы слышите, как человек другой разговаривает с кем-то по телефону и при этом не слышите, что ему отвечает собеседник, ваш мозг легко додумывает, что отвечает собеседник. Но это касается абсолютно всего, в том числе и визуальной информации тоже. Так вот, художники очень много экспериментировали с композицией импрессионистов. Они так обрезали порой изображения, что получали эффект случайного кадра. Как здесь, например, фигура идущего мужчины на улице, наполовину просто обрезана краем холста. Или герои могли упираться просто лицом в угол рамы, что было бы просто немыслимо, например, в картинах эпохи классицизма. И, кстати, центром картины могла оказаться просто пустота. Также для импрессионистов было характерно писать серии картин. Они писали не для того, чтобы воспитывать, поднимать какие-то остросоциальные вопросы или вглядываться в глубины души или психологии. Этого нет ничего. Они изучали свойства визуального восприятия. И поэтому имело смысл показать один и тот же пейзаж, но при разном освещении, например. Иногда в этом стремлении, кстати, вглядыванию в свет и свет и в движении воздуха они даже перегибали палку. Клод Мане однажды с ужасом поймал себя на том, что во время похорон жены увлеченно следил за изменением оттенков на ее лице. Представляете? А помните, я сегодня только говорила, что Репин, побывав на выставке импрессионистов, сказал «красиво, но бессмысленно». Понятно, для Репина главным был смысл. А пейзажисты просто о другом думали совершенно. Но те открытия, которые они сделали, и Репин же потом использовал в своей живописи. Понимаете?